Только что наша творческая группа вернулась из Канаша. Здесь ко дню республики приурочили сразу несколько мероприятий. На территории индустриального парка появился новый резидент. Открылось производство холодильных шкафов торговой марки Аркто. Процесс производства уже встал на рельсы. Холодильные и морозильные камеры здесь собирают для магазинов, аптек, общепита. Налажен серийный выпуск восьми моделей холодильных шкафов. С открытием завода появились и новые рабочие места для жителей Канаша. Какой средний возраст? Ой, я думаю, лет 30 с небольшим. 30 с небольшим? Здорово. Средний возраст? Да, средний возраст. Молодежи очень много. Вот два брата у нас работают. Сейчас на заливке вы видите. Молодежь с Канаша, говорите, да? Да, да. Из 48 человек, 43 это жители Канаша. По объявлению попал сюда, когда еще завод строился. Не знал, что так он быстро построится. Все это дело начинал, как говорится, от начала. Работал разнорабочим, рабочим. Затем оператором станковчику. Ну и, соответственно, сейчас уже работаю на данный момент, пока бригадиром. То есть все мне нравится, все устраивает. Станки новые. Все очень приятно. Даже, можно сказать, даже работать в рубашке. Здание завода построено с нуля, на территории индустриального парка. Это площадка для быстрого и успешного старта любого бизнеса. Для инвесторов здесь льготные условия. Сниженные проценты налога на прибыль, полное освобождение от налога на имущество и землю. При этом арендаторы получают не просто помещение, а возможность запустить собственное производство на полностью подготовленной площадке с коммуникацией и инфраструктурой. Такие льготные условия, конечно же, с одной стороны, позволяют таким заводам и таким производствам развиваться. А мы получаем прежде всего, пусть небольшие, но все-таки доходы в бюджет. Но самое главное, когда идут такие процессы позитивные, появляются такие соответствующие настроения, ожидания. А вот эти ожидания порою даже важнее, чем конкретные рубли. Пока в Канажском индустриальном парке три резидента. До 2027 года разместить здесь свои производства смогут, как минимум, еще 17 компаний. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.